Репортаж с места событий и хроника конфликта между ВСУ и добровольческим батальоном правого сектора глазами наших журналистов. В Запорожье презентовали фильм об истории становления украинской армии. О том, кто такие добровольцы божьи читы, в студии «Акцента в неделю» расскажет один из создателей ленты Иван Ясний. Дома для уток и арестовое гнезда для рыб. Запорожские школьники на экологических уроках освоили новые навыки. Вы смотрите «Акценты недели» о событиях, которыми жило Запорожье эти семь дней. Здравствуйте! Провокацию, целью которой было столкнуть ВСУ и бойцов добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» удалось нейтрализовать. Об этом на своей странице в Facebook написал лидер «Правого сектора» народный депутат Украины Дмитрий Ярош. Напомним, базу 5-го отдельного батальона «ДУК» в Днепропетровской области заблокировали военные. Это вызвало широкий резонанс в СМИ и социальных сетях. Обеспокоилась ситуация и волонтерские организации. В частности, запорожские активисты выехали на место. Как все было, видела Инна Гогой. Днепропетровская область, Покровский район. Когда-то давно на этой территории был детский лагерь. Теперь тут находится база 5-го отдельного батальона «ДУК» «Правый сектор». Тут у бойцов проходят тренировки и учения. Несколько дней назад силы ВСУ оборудовали на дороге, ведущей к базе, свой блокпост. В целом, бойцы «Правого сектора» насчитали 11 таких сооружений. Говорят, у солдат есть бронетехника. В «Правом секторе» действия ВСУ связывают с разоружением добровольческих батальонов. Все блокпосты, которые растут, как грибочки в лесу, все стволы направлены в нашу сторону. Я владею информацией, что поступили распоряжения от высшего руководства о том, чтобы «Правый сектор» разоружить. Ну, чем это грозит? Мы теряем отличную боевую единицу. Теряем просто и все. Сливает, короче. Сливает нас и все. У нас люди стояли в аэропортах по месяцу, по два. Имеют огромный боевой опыт. Никто никого пока не разброявил. Они официально проверяли документы и шукали нелегальную оружие. Ну, соответственно, им было заявлено, что оружие трофейная. И, соответственно, сепаратисты, конечно, разом с оружием не передавали официальные дозволы на них. Сейчас они просто даже заглядывают, витаются. А, «Правый сектор», все нормально. В «Правом секторе», говорят, дежурные из блокпостов еще не были на передовой. И в зоне АТО с добровольческими батальонами плечом к плечу не сражались. В целом, отмечают бойцы ДУКа, обстановка на первый взгляд спокойная, но напряжение чувствуется. Непонятная ситуация произошла и с беспилотниками добровольцев. Наша аэророзвитка проводила стандартные тренирования, и в двух беспилотников были спалены двигатели с засобами РЕБ, радиоэлектронной борьбы. Двигатели были спалены, и летальные аппараты впали. Это, в целом, стандартная тактика. Сначала уничтожаются засоби розвитки звезда. Но засоби РЕБ мают силовые структури Украины. Кто это сделал, мы не знаем. Уйдет широкомасштабная кампания по дискредитации добровольческих батальонов. И как правосектор один из самых крупных, считаю, что стали как-то на закуску. Тут люди прошли фронт, видели много всего, и просто какой-то там блокпостом, десантником тут никого не испугаешь. В свою очередь, военные уверяют, их дежурство на блокпостах никакого отношения к правому сектору не имеет. Солдаты выполняют здесь совсем другие задачи. В данном районе, в данном направлении находятся ракеты стратегического назначения. И их мы обеспечиваем охрану. Пару дней назад, где-то два-три дня назад в интернете появилась информация с видеоподтверждением о дислокации этих ракет в этом районе. То есть кто-то сделал видео и выложил его в интернет. То есть до этого было все мирно, спокойно, организовали пропускной режим, чтобы понять, что за люди здесь ездят и которые здесь находятся. Все происходящее в прифронтовой области вызвало широкий резонанс в СМИ, обеспокоенные общественники. В частности, запорожские активисты, которые оказывают помощь ДУКу, выехали на место, чтобы поддержать бойцов правого сектора и разобраться в ситуации. Правый сектор – это, я считаю, цвет нации, это патриоты, которые являются, ну, может быть, это будет громкое слово, но я так считаю, стержнем нынешнего сопротивления в войне с российскими террористическими войсками. И ни в коем случае нельзя допускать подобных ситуаций, когда пытаются как-то разоружить или что-то сделать. Выяснением обстоятельств на месте занимались глава правого сектора Дмитрий Ярош, а также первый замначальника генштаба ВСУ Сергей Бессараб. После переговоров руководитель штаба 5-го отдельного батальона ДУК сообщил, что добровольцам предлагали вступить в ряды украинской армии в качестве отдельного батальона. Вариант подчинения командованием ВСУ не влаштовывает нас, потому что мы видим, что это командование сейчас, на данный момент, неспроможно принять какие-то шаги по тому, чтобы вернуть наши земли и обеспечить территориальную целостность страны. Мы не отмазываемся от операции с ВСУ, мы всегда с ними współпроцуем, всегда воюем, плечо-плечо. В генштабе пообещали бойцам ДУКа в ближайшее время убрать блокпосты, пока военные остаются на своих позициях. Спустя некоторое время нардеп Дмитрий Ярош на своей странице в соцсети написал, что провокацию удалось нейтрализовать. Также политик отметил, что единственный приемлемый вариант для разрешения ситуации – принятие Верховной Радой закона о добровольческом украинском корпусе. Два года назад никто и подумать не мог, что украинцам вот уже в который раз в истории придется встать на защиту своей Родины. Как выяснилось, к этому не были готовы ни армия, ни тем более мирные жители. Тем не менее, страна объединилась, на помощь ВСУ пришли добровольцы с волонтерами. О необъявленной войне в лицах. В студии «Акцентом недели» поговорим с режиссером фильма «Добровольцы божьей читы» Иваном Еснием. Здравствуйте, Иван. Добрый день. Скажите, с чего началась история вашего непростого фильма и почему вы выбрали сам Донецкий аэропорт? Початок ведется с Майдану. Я начал ходить на Майдан, его просто поддерживать своей присутностью. Потом я понял, что я просто стою и ничего не делаю. Всех что-то сбегают, помогают в чему-то. Я понял, в чем я больше могу докласти. То, что я больше умею делать. Я умею хорошо снимать и быть хорошим режиссером. Вот, взял камеру и начинал снимать. Вот так вышел первый клипчик про Майдан на начале нашего фильма. Ну, когда Майдан закончился, началась война и я понял, что нужно продолжать. В этот момент, как раз Леонід Кантер шел в национальную гвардию. Он был режиссером, давно знали. Он предложил взять камеру и снимать все, что он видит на своем шляхе. Вот, на фронт. Ну и так вышел наш первый фильм, который назывался «Война за свой рахунок». Вот. И уже прошел якийсь час и мы понимали, что мы должны искать настоящих героев, которые смотивированы, настоящих вояк. Вот. И мы нашли в добровольчем украинском корпусе тех хлопцев, которые действительно… Ну, в отличие от других формований, даже той же самой национальной гвардии, может любой прийти доброволец, попробовать, если мне не нравится, он может поехать домой, вернуться. А, ну, каждый доброволец выбирал своего командира. Приглядывался, сказал, что я хочу быть с этим командиром. Так же самим командир, например, там выбирает соби добровольцев військовых. Вот. То есть очень хорошая такая форма, потому что, ну, на самом деле, виходит тогда справедливо. Кожен знает, на кого он может попертися в каких-то важных військовых ситуациях. Вот. Нам це сподобалося. Ну, и насправді, ці хлопці дійсно були дуже змотивовані. И з духом, хорошим духом, навіть вірою, вірою в Бога. Вот. И шли в бой. Как бійці сприймали те, що поряд постійно знаходиться людина с камерой? И как произошел процесс съемок взагал? Ну, мы, насправді, домовались с самого начала с командованием, что у нас не будет никаких перешкод, чтобы у нас не было никакого обмежения по съемкам. Ну, и так случилось, что мы снимали то, что мы хотели. Ну, спочатку была реакция неоднозначная. Люди закрывались там руками, не понимая, кто это снимает. Ну, когда мы уже взялись, потому что мы, насправді, здесь приблизно 20 дней снимали свой фильм в целом. Там было 4 заезда наших. И до нас звикли, знали, кто мы есть, про что мы снимаем фильм. И мы у нас, фактически, не помечали. Мы не делали свою работу, а мы свою работу делали. Они с своей оружием, мы с своей оружием. То есть у нас оружие было, наши камеры, и мы это целиком усвідомли. У нас была такая мотивация. Вот. Это все, что происходило там на передовине. Ну, одновременно это тяжело. А с другой стороны, это было как-то захопливо. Потому что, как всегда втягиваешься в какие-то истории, хочется снять какие-то маленькие моменты. И именно это дальше втягивало. Дальше, дальше, дальше. Я понимал, что есть очень большой риск в жизни, риск здоровья. Но когда ты смотришь на тех ребят, которые воюют, и ты уверен в себе, что для них я готов. Розвлекнуться своим жизнью здоровью, чтобы потом показать всему свету, кто эти люди, которые воюют за Украину, и почему они пошли воювать. Наши журналісти побывали на премьері фильму «Добровольцы». Боже, что ты уже готова поделиться вражениями. Давайте подивимось про этот сюжет. Давайте. Открывай! Киборги выдержали. Не выдержал бетон. Эти слова одного из воинов разлетелись по Украине после боя за Донецкий аэропорт. Звучат они и в картине «Добровольцы Божьи читы». Премьера документальной ленты состоялась в кинотеатре имени Довженко. Наш кинотеатр не мог стоять на стороне тех событий, которые сегодня отбываются. Сегодня идет война. Сегодня лучшие сыни захищают нашу землю. Сегодня лучшие сыни покидают эту землю. Пригласили на показ фильма и бойцов добровольческих батальонов, кадры с которыми вошли в ленту. Киборг Вячеслав Зайцев признается, во время просмотра не мог сдержать слез. У меня от фильма очень незвичайные впечатления. Фильм четко показал, что это война, смерть, кровь, но это еще какая-то новая философия. Очень близко фильм подошел и показал все, как было. Почему такие фильмы нужно показать? Потому что это живый летопис. Эти люди, которые вернулись с фронта, не все живые, но о них нужно помнить и особенно уважать живых. Те, которые в фильме – это новая история, это новая героя, которых мы знаем как киборги. Авторы фильма собираются показать ленту на мировых кинофестивалях. После этого обещают широкий прокат в Украине и премьеру на одном из национальных телеканалов. Гость студии «Акцента в неделю» режиссер фильма «Добровольцы Божьи 4» Иван Гясний. И мы говорим о тех, кто, защищая страну, уже успел стать легендой. До речи, про легенди. Пане Иване, сейчас образы тех же киборгів уже стали таким собе и национальным брендом, и нередко комерциейным. Вот, например, у Львови подъям в Донецком аэропорту присвятили такую прозаичную речь, как «сидр». Как вы ставитесь до такого, на вашу думку? Это нормально? И как все взагалі сприймать? У меня есть моя точка зрения на комерциейное использование таких всяких штук, которые еще есть достаточно свежие в памяти, про тех людей, которые, возможно, в большинстве рисковали своим жизнью. И много из них там погибло. Я против того, чтобы такое использовалось. Но я за великое за, чтобы сегодня в Украине, чтобы кто-то занимался героями. Чтобы это был все государственный, всеукраинский рух, который будет все-таки прославлять наших героев. Это нужно. Мы уже уверены, что это поднимает дух. И нас всех объединяет. Украинцы и так далее. Чтобы изменить эту страну. Потому что, когда возвращаются наши герои в мирное життя, в тил, они видят, что в стране майже ничего не изменилось. И это очень великое прикро. Нам нужно каждому, каждый на своем месте должен изменить всю страну, не ждать на владу. Потому что мы, когда сами этого не начнем делать, влада никогда этого не сделает своими руками. Потому что Майдан показал, что мы все доклалися до того, чтобы изменить владу. Мы все можем докластися на каждый на своем месте, разъехавшись с Киева, каждый по своему селу или городу, чтобы изменить там что-то лучше. Даже банально, не сметить, прибрать, помогать другим, згрутиться и помогать армии. И в этом будет большая победа. Потому что, если мы победим в тилу, то нам уже будет не страшная любая загроза. Не секрет, что война у всех временах давала митцам поштовх для творчества. И сегодня не менее. На вашу думку, какое будущее ждет украинский патриотический кинематограф? И что осуществляете вы ответственность, которая лежит на вас, как режиссер перед будущими поколениями? Ну, очень приятно, что мы в наших подорожках с нашим фильмом по Украине, а это уже больше 30 мест, возможно, даже больше, уже мест мы объехали, и в большинстве этих премьер у нас были аншлаги, много людей приходят и смотрят, и были такие моменты, когда люди даже не могли потрапить в кинотеатр. Это показывает то, что все-таки документальное кино может быть популярным в нашей стране, хотя это всегда воспринималось совсем противоположным. Вот это раз. Мы сейчас его будем ввести в мир, уже путешествовали в Италию, в ближайшее время мы будем ехать в Америку, это 12 мест Америки, будет показан наш фильм в Австралии, в Новой Зеландии уже показывали. Так что я так думаю, что важно две вещи, доказать, что все-таки документальное кино должно быть популярным, такими, как ходят на художественные фильмы, так называемые, игровые фильмы, что люди могут ходить на документальное кино, смотреться, ну и другая, чтобы показать мир, и все-таки за что мы воюем их, кто эти войны. Это важная вещь. Ну так. Хочем дальше эту вещь продолжать, хотим дальше снимать, что-то делать. И понимать то, что в данный момент это очень важно, чтобы мы все-таки доносили до людей ту правду, которая происходит там на передовой. И не выкривлено ни с какой-то политической точки зрения. Вот такую, которую видят авторы сам. И сейчас очень много режиссеров и операторов работают там. И я так думаю, что с часом мы увидим еще не одну строчку, не только нашу. А как за кордоном воспринимают ваши фильмы? Ну, в большинстве это и наши эмигранты, ну, конечно, слезы, эмоции. Мы туда привозили наших героев, поранених. Вот. И обнимают их, не пускают. Досить позитивно. Ну, на самом деле, для тех людей, которые за кордоном, они чувствуют, что в Украине действительно идет война, а не АТО. И даже тут, в Украине, очень многим тех, которые проходят на кинофильм, они переусведомляют, где что изменится, в них думка, взгляды на то, что происходит в Украине. Дякую за эти каму, заместованную беседу. А мы продолжаем расставлять акценты. Гендиректор АКП «Запорож Электротранс» облили зеленкой. Это случилось во время отчета Юрия Папача перед общественностью. В начале мероприятия неизвестный мужчина подошел к президиуму и плеснул в лицо руководителю «Запорож Электротранса» жидкость зеленого цвета. Пострадавший был госпитализирован. Как впоследствии рассказал сам Юрий Папач, в телефонной беседе с журналистом службы новостей МТМ, медики диагностировали у него ожог сетчатки глаза. Гендиректор уже подал заявление в милицию. Сейчас пострадавший находится дома. В ближайшее время Юрий Папач, по его словам, собирается появиться на работе. Инцидент в «Запорожском Облэнерго», когда с десяток неизвестных пытались попасть на территорию предприятия, прокомментировали правоохранители. В ОблУВД отметили, нарушение общественного порядка на территории учреждения зафиксировано не было. Факт присутствия на предприятии добровольческого батальона «Днепр-1» в милиции тоже не подтверждают. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о рейдерском захвате предприятия. Сами сотрудники не на камеру говорят, все дело в конфликте между акционерами. В пресс-службе Облэнерго уверяют, структура работает в штатном режиме. Подозреваемых в торговле оружием задержали сотрудники Запорожского управления СБУ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, двое жителей областного центра пытались наладить продажу автоматов, пулеметов, боеприпасов и взрывчатки. Все это было незаконно вывезено из зоны АТО. По словам оперативников, мужчин взяли, когда они пытались продать 5 РПГ, 20 ручных гранат F1 и свыше 800 патронов. При обыске в домах и гаражах задержанных были изъяты пуленот Калашникова, 6 автоматов, 2 карабина, пара охотничьих ружей, 20 гранат и более тысячи патронов разного калибра. В Украине стартовала пятая волна мобилизации. Как объяснили в Минобороны, информацию о ней изначально засекретили из-за вопроса нацбезопасности. За это время сформировали списки, в которые также вошли почти полторы тысячи запорожцев. В зону АТО они не поедут, отмечают в облвоенкомате, а службу пройдут в военных частях по всей стране. После этого пополнят стрелковые батальоны и оборонотряды при военкоматах. Дела на полмиллиарда гривен. Такова общая сумма исков, поданных в суды Запорожской облпрокуратурой с начала года, рассказали в ведомстве. А там отмечают, на сегодня в государственные и местные бюджеты уже удалось вернуть свыше 35 миллионов гривен. В числе наиболее острых проблем сейчас остается земельный вопрос, говорят в облпрокуратуре. По словам главного прокурора региона Александра Шацкого в судах области находятся иски о возвращении государству более 500 гектаров территорий общей стоимостью 186 миллионов гривен. СБУ заинтересовалась запорожским Элуадом. Открыто уголовное производство по статье «Растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением». Сотрудники ведомства проводят проверку. На Элуаде со своей стороны заявляют, вопросы нужно задавать и вовсе не им. Подробнее о ситуации, сложившейся на коммунальном предприятии, расскажут наши журналисты. Неприятности в Элуаде начались еще летом, рассказывает директор КП Александр Климов. Говорит, в конце августа специалисты гордепартамента ЖКХ пришли на предприятие с проверкой, снимали показания с датчиков уборочных машин. Их у коммунальщиков семь. Вся эта техника каждые сутки выезжает на улицы города наводить порядок, рассказывают в Элуаде. Она была проверка снятия показателей наших датчиков моточасов. Все бумаги, которые товарищ наш директор собрал, он не предоставил ни мне, ни кому, ни своим подчиненным. Куда дальше пошла эта проверка, что там было написано, никто не знает. Спустя месяц, рассказывают коммунальщики, документы попали в силовые структуры, СБУ открыло уголовное производство. В СМИ появилась информация о том, что на предприятии происходит хищение дистоплива. Речь шла о миллионах гривен. Сейчас в Элуаде проводят внеплановую проверку специалисты КРУ и фининспекции. Директор КП Александр Климов утверждает, хищений быть не может. Работу коммунальщиков контролирует профильный департамент и управление финансов. Значит, у нас в прошлом году было 32 проверки. Проверки КРУ, которые не нашли ничего. Как товарищ, наш директор был у нас в беседе, да, сказал, значит, вы со всеми скрушниками договорились, а со мной не получилось. Ну, здесь у нас произошел почему? Личный конфликт. Я не пустил его в фирмы поставщиков, которые поставлять должны были от гвоздя до асфальтобетона. Это донецкая фирма была. Вот поэтому прошла такая информация. Если бы были такие хищения, ну, мне кажется, если бы были определенные проблемы именно с обслуживанием и содержанием города. Вот. То, что городу где-то не хватает финансирования, мы все это видим и по той технике, которую они имеют. То есть, 30 процентов от норматива это все-таки о чем-то говорит. Ситуацию со своей стороны объяснил и руководитель гордепартамента ЖКХ. В телефонном режиме Валерий Безлепкин сообщил, что информация о каких-либо донецких фирмах не нашла своего подтверждения. В свое время проводилась служебная проверка, а вот материалы о нарушениях в Илуади переданы в СБУ, отметил начальник профильного департамента, ссылаясь на тайну следствия. Валерий Безлепкин отказался от дальнейших комментариев по поводу КП. Телеканал МТМ продолжит следить за развитием событий. Соорудить домик для утки из подручных материалов, сплести гнездо для нереста или опознать птицу по ее пению. Все это теперь умеют делать запорожские школьники. В рамках экологической акции «Спасем Днепр вместе» с полсотни ребят вместе с учителями десантировались на Хортице. Целый день посвятили полезным делам и участию в тематических викторинах. В результате заповедная фауна обзавелась с собственной жилплощадью. В экологические премудрости вникала София Пшиперовская. Угадать птицу по ее пению. Одно из заданий экологической акции «Спасем Днепр вместе». Помимо очевидных вариантов, дети пытаются отличить кряка от утки и филина от совы. Организаторы акции в заповеднике уверены, такая викторина позволит школьникам лучше узнать фауну родного края. Уже придумали для школьников новые задания. В дальнейшем такой анонс небольшой сдаем. У нас следующий этап это развитие бёрдвётчинга или бёрдинга, как это называется. Это соревнования на наблюдение птиц в природе. Сегодня была голоса, подготовка к следующему этапу. Надеемся весной тоже его провести. Может в мае, в начале июня. Ещё один этап конкурса творческий. Школьникам нужно соорудить плавучий дом для птиц. Основной материал солома и пустые пластиковые бутылки. Свои гнёзда представляет каждая из девяти команд. Первые на очереди девочки из 49-й школы. Они соорудили утиный ковчег в национальном стиле. Жюри оценивает творение по двум критериям. Качество сборки и собственно плавучесть. Плотик хороший, жёсткий. Баклажек нету. Посмотрим, как она на воде себя поведёт. Тут конструкция даже с запасом жёсткости. То есть можно и сверху гулять по ней. Надёжно сделано. Декоративные разные элементы присутствуют. За презентацию и по внешней оценке 5 баллов. Следующая часть эко-конкурса рыбная. Школьники должны угадать вид днепровских обитателей по картинкам. Следом за этим плетут искусственные нерестилища. Это специальные гнёзда, в которых размножаются рыбы, объясняют организаторы. Говорят, основная цель у таких необычных занятий одна. Привлечь детей к бережному и гуманному отношению к природе и всему окружающему. Потому что, если они сами поучаствовали, придут и расскажут дома, родителям, и это вселяет надежду на то, что у нас люди более бережно будут относиться к нашему Днепру. Акцент на флоре и фауне, которая непосредственно представлена в Запорожье. Это непосредственно то, с чем приходится сталкиваться, но многие не знают, что это и, скажем так, как с этим общаться. И большое внимание мы делаем как раз на охранной методике. Мы рассказываем, как надо обращаться с природой и как нельзя с ней обращаться. Завершающий конкурс рыбалка. Только не настоящая, уточняют организаторы. За определенное количество времени нужно выловить как можно больше рыбок из пенопласта. Те, которые находятся в красной книге, нужно отпустить. В конце познавательного эко-конкурса подсчет голосов и награждение участников. За призовые места ребятам вручили новомодные блютуз-колонки, фотоаппарат и акустическую систему. Те, кому подарок не достался, уверены, все равно получили бесценный опыт. Рассчитывают в следующем году снова вернуться на Хортицу, чтобы точно соорудить лучший домик для заповедных животных. Такими были эти семь дней. Делайте выводы, а акценты расставим мы уже на следующей неделе. Всего доброго, с праздниками и увидимся! Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова